всем привет дорогие друзья в этом видео я вам расскажу про свою новую резину на которой буду ездить в этом сезоне а также про то как я скидывал вес из своего автомобиля машина будет прям стоять на весах покажу сколько она весила и покажу сколько будет весить после того когда мы разберем салон ну и что именно мы разберем я тоже расскажу но начнем мы пожалуй с резины я же обещал что скоро будет новая резина короче говоря да будет держак нам кранка r1 очень популярная резина в австралии сша и европе там ее очень любят с очень хвалят у нас сожалению казахстане вообще никто ее не использовал да и в снг в россии тоже мало кто не ездил в общем в этом плане буду в этом сезоне первооткрывателя резину я приобрел в санкт-петербурге у одного из местных кольцевиков который ездит на красивейшем его 6 ярко-желтого цвета руслана абасова привет кстати говоря хотел рассказать про один нюанс отправка этой резины обычно я пользуюсь услугами компании пэк и вот в этот раз они учета намудрили с весами потому что колесо 255 40 17 имеет объем 0 10 кубов то есть соответственно 4 колеса это вот 040-0 45 максимум больше не может быть благо есть куча вариантов калькуляторов в интернете где вы можете высчитать объем любого колеса любого размера но вот мне вместо 0 45 посчитали 0 77 как будто там уже семь с лишним колес при этом они весят как 4 собственно из-за этого и стоимость за доставку стала какой-то нереальной там почти 6000 рублей что ли ну практически 40 тысяч деньги но благо у компании пэк есть услуга перемера то есть соответственно когда резина приходит пункт назначения можно будет заново взвесить ее и выявить правильный вес что собственно я и сделал просто пришла резина сейчас только будет перемер по объему много намерили вроде колеса 4 по объему их 7 ну собственно что и требовало доказать очень сильно мимо посчитали практически в два раза ошиблись так что господа всегда проверяйте лучше перемер делать а то бы я сейчас вместо 18 тысяч отдал бы почти 40 все конечно прекрасно единственно за что я очень сейчас переживаю это за то что она может не залезть на мои диски это резина в размере 255 40 17 точно такого же размера у меня до этого стоял конкукер с 3 но что-то я на них смотрю ими такое ощущение как будто они шире вот конечно будет фиаско если они не налезут на мои диски и у меня рейс грамм light 85 джей ширина ну сейчас посмотрим всем привет сегодня нас ждет очень интересный день приехал пашки соколова для того чтобы во первых решить проблему с питанием на топливный насос точнее решить проблему с тем что у меня бензин убегает из топливного бака и еще будет на сегодня эксперимент в общем поставим машину на весы посмотрим сколько машина весит в сборе как я вот каждый день езжу а потом будем разбирать всю заднюю часть автомобиля и посмотрим насколько можно будет отыграть по весу ну надеюсь килограмм 50 мы точно отыграем короче контрольное взвешивание машина полном сборе то есть вес салон собран только вещи все лишние выкинул а еще бензина там практически не осталось и по весу у нас и вот тут вот я бы хотел сделать небольшой комментарий касательно этого веса 1445 килограмм это вес автомобиля в сборе с салоном без вещей конечно свечи инструменты прочее выложил но это также вес без бензина потому что бензин там на нуле его практически не было просто мы планировали некоторые манипуляции проводить с бензонасосом поэтому я и не заправлял машину но считайте что 30 литров бензина я обычно и настолько заправляю автомобиль 30 литров бензина весит 22 килограмма то есть соответственно 1445 килограмм плюс 22 это у нас будет там 1467 1470 килограмм ну лично я очень надеюсь что мы хотя бы ну килограмм 70 скинем будет зашибись в общем поехали короче вот сейчас мы ее полностью разобрали сняли сзади карты дверей сняли все airbag и разобрали весь салон сняли пассажирское кресло единственное еще есть момент то что там бензина практически нету то есть считай 30 литров бензина это где-то еще 22 килограмма и вот таком состоянии машина весит 1360 килограмм сейчас еще попробуем снять выхлоп посмотреть сколько на выхлопе мы сможем сыграть если сделать отвод в крыло куда-нибудь в бок по поводу выхлопа когда мы сняли выхлоп мы смогли отыграть еще двадцать пять килограмм выхлопа у меня nvidia n1 racing единственно у меня там еще врезано два резонатора вибран и весь выхлоп у меня на вибандах даун пайп у меня немного кастом и так как у меня борт warner соответственно там под горячку тял надо было делать немного другой размер у меня там 83 пол труба соответственно можно отыграть еще 25 килограммов на выхлопе и вот в этом плане как это сделать у меня появилась идея а что если мы просто зафигачим выхлоп в капот будет очень громко жестко и при этом будет очень много огня но это конечно исключительно только трековая тема то есть это именно на гонку поставить прокатиться благо у меня все на вибандах довольно быстро можно это все менять прямо на треке нужно там по сути ключ на 10 до домкрат побольше правда там еще перенастраивать надо все но в этом плане тоже думаю проблем не должно быть но это все на будущее пока без этого но это прям контрольная контрольное взвешивание машина с бензином пол бака бензина полный бак этого аквамиста стоит пассажирское сиденье и вот таком варианте машина весит в 1400 2 килограмма до толстушка толстушка и так итоговый вес 1400 килограмм это вместе с бензином и пассажирским креслом соответственно мы отыграли примерно 60 65 килограмм если убрать еще пассажирское сидение на 20 кило весит то будет 1380 83 килограмма тяжеленькая конечно да надо в идеале бы еще поменять крышку багажника капот поменять можно еще все-таки торпеду разобрать музыку убрать пространственную раму зафигачить подрамники поменять на облегченные короче много очень денег еще надо но мы пока так поездим просто посмотрим как машина себя поведет сегодня мы еще одну решили проблему конкретно с питанием на бензонасос кто не в курсе если вы ставите и тюнинг и бензонасос то на него нужно подавать отдельное питание то есть то питание которое идет через стандартное реле его не хватает нужно прям прокидывать провод от аккумулятора и до бензонасоса через дополнительное реле но когда вы подаете питание это нужно делать грамотно не вот так вот просто тупо врезать две дырки и просовывать туда провод в бензостанции оба вопроса герметика все замазывать и надеяться на то что это не будет выливаться нет будет это выливаться это не работает потому что когда повышается давление в бензобаке все топливо через эти дырки начинает сочиться наружу надо делать вот таким образом вот специальные клеммы 2 врезали аккуратненько выглядит все как болтон красиво аккуратно и при этом безопасно то есть топлива не будет отсюда выбегать короче делайте грамотно все даже ваша безопасность итак сегодня очередной трек день сегодня попробуем наконец-то уже мою новую резину нанканг ар-1 полуслик никто еще в казахстане не пробовал эту резину буду первым первооткрывателем посмотрим как себя поведет плюс еще у меня сегодня минус 60 килограмм правда единственная геометрию так и не сделал но будем надеяться что тем не менее все будет работать а еще сегодня будет одна новая сверхбыстрая машина вот этого товарища правда себя не верит сегодня докажет что 2 и 5 от вас на 50 колесных сил уничтожать будут торговые машины а 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 КОНЕЦ 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 0.81 Вообще просто уничтожился 2.5 атла, 150 колесных сил На слике На слике На переднем там утемнение Что-то мы с тобой просадываем Да это мы сейчас догоним Я пока не привык Уже не поменял, уже какая-то херня происходит Я говорил, что у нас это важнее держак Надо, чтобы держак был, а то мощность и так далее Здесь ее негде реализовать Было бы хоть место, где можно было четвертую передачу воткнуть, тогда бы можно было говорить про то, что здесь мощность раляет Короче, проехал одну сессию Вообще ничего не понятно, резина плывет Ни хрена не поворачивает, мне кажется Что-то я с давлением намудрил Либо Либо реально еще транспортировочный слой не снялся Ну короче, абсолютно мне пока не нравится Как она себя ведет Надеюсь, что будет лучше, потому что ТДХ намного стабильнее было В дальнейшем я ездил Вместе с пассажирами Там у меня уже не было цели поставить лучшее время У меня была просто цель понять резину Понять, какое мне давление нужно Плюс ко всему интересно было Услышать фидбэк от ребят Которых я возил Почувствуют ли они что-нибудь Ну, собственно, они тоже все чувствовали Что резина в каких-то поворотах держит А в каких-то нету Ну и плюс этот вот звук, который она издает Прям вот, как будто я еду на какой-нибудь Трайангеле Прям вот, что рядом Короче говоря, опять проехал Еще одну сессию, опять ничего не держит Но при этом опять колесо прямо стоит О, блин, никакого Не находит, не, не, не Сейчас будем Сейчас попробуем все это исправить Будем пробовать здесь прям разбирать И когда мы сняли это колесо Выяснилось, что мои развалочные болты Они не были просто закручены Я их вот так вот просто одной рукой провернул И они открутились Соответственно, видимо, все время пока я ездил У меня вот колеса вот так вот туда-сюда и прыгали Так что, короче, перед следующим торгнем Надо будет обязательно сделать нормальную геометрию И затянуть как следует эти болты Короче говоря, печальная история пока На конфиге C На коротком конфиге, на котором я ранее На ТДхе проехал Получается 42,676 Сейчас на Нанканге Свежим новым Я даже из 43 выстеним 43,1 еле-еле проехал Не держит резина Нифига не получается Почему-то, короче, плужит мордой постоянно Короче, я пробовал разное давление И 2,4, и 2,6, и 2,8 на горячую Ничего не помогает Может быть, на самом деле Она просто еще... Транспортировочный слой еще не снят А может быть, это недостаточное давление Надо меньше Сейчас попробуем 2,1 накачать Посмотрим, как это поможет В общем, сейчас будем экспериментировать с давлением Правда, сейчас мы будем ехать конфигурацию А То есть это самый большой конфиг, который есть Довольно затычная трасса Я одну сессию пока проехал Минута 21,4 Ой, минута 24 Но это очень медленно, на самом деле Для этой резины По идее, если это полуслик Она должна ехать минуту 18 Минуту 17, по идее, где-то так Короче, не знаю Сейчас посмотрим Будем надеяться, что это давление И плюс еще, возможно, отсутствие геометрии Потому что геометрию я перед выездом не исправил Сейчас знакомая геометрия, где это все дело, закрыта была И когда я колесо завалил Переднее, получается, правое Оно у меня влево стало лучше поворачивать Может быть, реально в геометрии дело Короче, у меня сегодня, на самом деле, день разочарования В плане моей машины Потому что, ну, что-то, видимо, не прикатался еще на Нанканг Потому что плохо очень рулится На давление не реагирует Резина не липнет То есть там только края боковина липнет Видимо, реально транспортировочный слой просто не снялся Но у меня сегодня была возможность прокатиться вот на этом прекрасном автомобиле Концептуально другой автомобиль В отличие от моего И первое, что могу сказать Вот мой суворийный мозг очень был шокирован тем Что просто все полноприводные машины При прохождении затычных поворотов Мы это всегда делаем на сбросе газа То есть мы ускоряемся до поворота Тормозим перед поворотом И полностью на сбросе заходим Потихоньку, плавно Приходится иногда дотормаживать в повороте До нужной скорости Чтобы остаться в траектории И на выходе мы открываем газ Только когда уже видим Руль уже прямо Уже можно ускоряться Потому что не дай бог В середине поворота нажать на газ Машина сразу поедет наружу А вот эта машина Она наоборот Когда ты в середине нажимаешь на газ Она вруливается внутрь этого поворота И когда первый раз ты нажимаешь на газ И такое происходит Реально это вот Мир субариста Да, просто взрывается Мир субариста просто переворачивается Потому что это реально фундаментальный навык Вообще другой То есть мы все равно боимся То есть какой-то страх появляется Ты нажимаешь на газ И начинает разворачивать Что-то не то происходит Но как только ты к этому привыкаешь Понимаешь, насколько Данные автомобили Да в принципе заднеприводные автомобили Особенно вот такого плана Насколько они веселее Чем полный привод, тем передний привод В том плане, что На переднем или полном приводе Особенно на полном приводе Если ты ошибся в повороте Если ты пытаешься именно Найти грань в повороте Найти максимальную скорость в повороте Если ты ошибся Машина просто наружу вытягивает То есть ты просто проандыстирил Это очень неприятное ощущение Проандыстирил Тормозился Недовольный Поехал дальше На этой машине, как только ты пытаешься именно к этому пределу подойти, если ты где-то переборщил, машина начинает разворачивать И вот это вот чувство и понимание того, что ты едешь на пределе, и в любой момент, если ты ошибешься, тебя может развернуть Не просто ты проандрастиришь, а именно ее ловить придется Во-первых, из-за этого страшно, во-вторых, из-за этого интереснее, в-третьих, из-за этого веселее в целом Потому что одно дело, когда ты просто мордой плужишь, а другое дело, даже если ее боком ставят, все равно у тебя это вызывает улыбку Ты реально выходишь из машины с улыбкой И вот с этого автомобиля я проехал несколько кругов и реально просто получил кайф Может быть я проехал медленно, может быть я проехал там медленнее, чем на своей машине Но именно в плане драйва я получил намного больше Поэтому, короче, надо мне задний привод, но в общем, видимо, на следующий год будем задний привод делать И не в дрифт, а в тайм-атак И еще хотел сказать тоже такой момент Я всегда был в этом убежден И каждый раз, когда я езжу на таких автомобилях, я в этом убеждаюсь В том, что заднеприводные автомобили такого плана заднеприводной классической компоновки Либо же МР, то есть среднемоторные заднеприводные машины Они от водителя требуют больше Больше в плане пилотажа Потому что реально это должны быть стальные, сами знаете что Заварено, сами знаете что Для того, чтобы ехать на пределе и показывать рекордные времена Потому что на переднем приводе или на полном приводе, опять же, из-за того, что цена за ошибку не такая высокая Не так страшно ехать и можно очень быстро достичь предела А вот на таких автомобилях это реально сложно Поэтому вот кто ездит на заднем приводе, кто ездит на МРах Даже если вы едете медленно, все равно вам респект Вот вы реально кайфуете от вождения Итак, резюмируем сегодняшний день Под конец дня все-таки я накачал резину Я пробовал разное давление Я пробовал от 2 и до 3,5 Нет, до 3,2 Так вот, на 3,2 самый лучший держак Как это ни странно Но я почти уверен, что вся проблема была именно в том, что резина не прикатана Из-за того, что она не липнет Сейчас я прямо дотрагиваюсь до нее, она начинает нормально липнуть То есть, видимо, транспортировочный слой еще не был снят И в итоге мне удалось на конфиге А поставить лучшее время дня 18,6 Но лично по моим ощущениям ТД ехала интереснее И вот здесь я тоже хотел бы добавить небольшой комментарий Да, возможно, я поставил лучшее время дня Но доволен ли я этим временем? Доволен ли я этим результатом? Нет Я считаю, что эта резина должна быстрее ехать Как будто минута 18,6 Ну хорошо, да Время показал Но тем не менее, я считаю, что классным результатом Результатом, которым я был бы сам доволен Было бы минута 16 Ну или хотя бы минута 17 там средней Минута 18,6 на полуслике На 255 ширине Ну как-то, не знаю Мне кажется, все-таки должно быстрее быть Я на RS3 19,2 без тормозов ехал То есть, с тормозами, если бы были Я думаю, я на RS3 бы такое же время был поставить Лично мое мнение, что герой именно того трагня Это Тимофей Легай, который наконец-то достроил свою машину Я ранее о нем уже рассказывал Один из моих выпусков зимний был про его автомобиль Японская Жига Это импрезы ГЦ С 2,5 атмомотором Рашная коробка С блокировкой дисковой спереди Передний привод на сликах Машина облегчена Там карбоновая крыша Пластик, все дела У нее 157, что ли, колесных сил То есть машина далеко не самая мощная Но тем не менее Показывает великолепные результаты Что самое удивительное Напрямую эта машина мне не уступает Ну, по крайней мере То, как ребята говорят Со стороны не смотрели Говорят, вот ты проезжаешь Говорят, 380 колесных сил А потом он выезжает на тот же прямик И ты не чувствуешь разницы Говорят, визуально вообще нет разницы Он так же ускоряется, как и ты Он проехал на этом трекне 18.8 Но я уверен, что он может ехать и быстрее Он ехал на слике Но этот слик уже тоже довольно старый Он стертый Плюс ко всему он еще упирался в трафик И в меня в том числе Так что я уверен, что вот эта машина Одна из самых быстрых будет на треке Потому что сам пилот тоже очень быстрый Ну, а мы будем продолжать работать Над автомобилем, над резиной Все-таки надо еще поприкатывать ее, видимо, в городе Давление тоже, я уверен, что это не оптимально Я думаю, что с давлением все-таки надо будет потом поиграть Сзади тоже непонятно какое давление Я там двойку сделал Я делал все возможное, чтобы заднюю ось постоянно таскала во все стороны Чтобы она там не держала Но непонятно, на каком давление На путь держать, на каком не будет В общем, эксперименты продолжаются Радуют хотя бы, что я все-таки смог в итоге одолеть эту резину Хоть какое-то все-таки время показать Так что нам Кангу пока еще дадим шанс В общем, оставайтесь на связи Я могу, но я стесняюсь, да? Да-да-да, я могу, я стесняюсь просто Просто когда на меня смотрят люди, я ехать нормально не могу И показывать что-то не очень А вот когда все уехали, я решила все-таки как долбануть и показать? Они мешали, они мешали, я в них упирался, они мне мешали А сейчас их нету, я нормально буду раскрыться И вставали поперек трассы, наверное, и специально тебе камни в стекло кидали И песок тебе под крезину Да, прям, чтобы ты не ехал нифига А теперь нормально, вот теперь все хорошо, надо одну окружку езжать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр!